Итак, еще один вопрос, похожий отчасти на предыдущий вопрос, и в принципе на который мы уже ответили, отвечая на предыдущий вопрос. Вопрос звучит следующим образом. Положение имама выше или положение пророка? Как мы уже сказали ранее, что как таковое положение имама, вне всякого сомнения, выше, чем положение пророка. Кто такой имам? Имам это тот, кто руководит общество, тот, кто ведет общество. А пророки и посланники выполняют роль тех, кто доносит до человечества послания Всевышнего. Вместо таковы посланники. И доводом и доказательством того, что одним из ясных и недвусмысленных доводов и доказательств того, что имам выше пророка, это ранее упомянутый нами аят Священного Корана, 124 аят 2-й суры, суры Ба'кара, где Всевышний говорит, что Что когда Ибрахим был подвергнут Всевышним испытаниям и прошел успешно эти испытания, тогда Всевышний назначил его имамом людей. И, как мы говорили ранее, на тот момент, когда Ибрахим подвергался испытаниям, на тот момент, когда он подвергся этим испытаниям Всевышнего, он уже был пророком и посланником. И для того, чтобы возвыситься, достичь более высшей степени, Всевышний подверг его испытаниям. И пройдя эти испытания, он достиг новой вершины духовного развития и обрел еще более высший статус, статус, который превосходил его предыдущие статусы, статусы пророка и посланника, а именно стал имамом людей. Имеются, конечно же, и другие аят Священного Корана, например, 247 аят той же суры, суры Ба'кара, где говорится о том, что тогда, когда среди иудеев был пророк, но имамом, которому в том числе подчинялся и которому был подчинен этот пророк, находился имам, имам, который руководил иудеями, который был назначен Всевышним. Всевышний в Священном Коране в данном аяте говорит следующее, «Инна Аллаха قَدْ بَأَثَ لَكُمْ تَعْلُوْتَ مَلِكَوْ» «Что Всевышний отправил вам, имамам и правителям, Та'алута». И это при том, что среди иудеев на тот момент, почитайте эти аяты Священного Корана, предшествующие и последующие аяты Священного Корана, там ясно и двусмысленно говорится о том, что среди иудеев на тот момент был пророк. Но несмотря на наличие этого пророка, Всевышний назначил их руководителем, тем, кто ведет общество, тот, кто руководит обществом другого человека. Таким образом, мы обнаруживаем, что положение имама выше положения пророка и посланника. Продолжение следует...